Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Интересное интервью Пугачевой опубликовал сегодня Царьград. Задается вопросом, повторит ли она эти слова теперь, которые говорила когда-то о России, про Израиль. Примечательно, что Пугачева еще в 90-м году сказала, что если бы вот эта женщина сейчас, которая говорила в России о жизни, знала бы, как живут в Европе, она бы знала, что значит жить нормально. Потом она в 2014 году одета уже, посмотрите, новая волна 2014 года, в флаг сопредельного государства, с 2014 года уже. Поэтому понятно, что она уже с 90-х годов, ну Игорь Наджиев, великолепный исполнитель россыпь, бриллиантную россыпь песен России, никто ему не дал петь, задвинуло его, как он сам говорит. И дело все в том, что, ну зато, зайка моя, твой тазик, цвета неба, их развелось только что с ума сойти. Повторит ли Пугачева слова о России теперь про Израиль? Какие слова? А вот она, знаете, что сказала, значит, лучше поражение, чем кровавая победа. Это она говорила о России. И знаете, когда это было, Царьград, когда международными террористами в Московском театральном центре на Дубровске в 2002 году, вот это была страшная трагедия, вот что сказала Пугачева. Все против этой непонятной, грязно пахнущей В-слова, где страдают, в общем-то, обе стороны. Уж лучше во имя интересов людей, невинно страдающих и погибающих, не знам за что, признать поражение в В-слова, чем вот так долго продлевать эту кровавую победу. Выбраны средства террористические, отвратительные. Но надо еще помнить, что от таких средств доходят люди полные отчаяния. Понимаете? Царьград пишет, конечно, понимаем, Алла Борисовна. Вы призываете русских сдаваться любому вооруженному и достаточно наглому врагу. Значит, тем более поднимать руки вверх перед людьми полными отчаяния. Тут уж Россия должна согласиться на любые их условия. Это еще в 2002 году. Их мечта одна. Чтобы Россия просто капитулировала, развалилась. Чтобы российские ценности заменили западные ценности. Где в Португалии побеждает в конкурсе красоты среди девушек мужчина. Да, посмотрите. Поразительное явление. А в Ирландии четырехлеткам раздают анкеты. Выбрать из 21 пола. Я только два знаю. Мужчина и женщина. А у них там столько. Понимаете? То есть это отвратительно и омерзительно. А сейчас в Израиле, пусть повторит. Скажет Израилю. Лучше поражение, чем кровавая ваша победа. Она никогда этого не скажет. Потому что все печеньки хранятся там. А все печеньки это наследство для детей. Вот и все. Поэтому, исходя из ситуации, виляют как угодно. И она, и ее муж, заморский гастролер цирка Шапито. Друзья, что думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна. Новости. Новости все в одном месте, из всех источников. Фото, видео, архив, мои комментарии, политика. Телеграм-канал Будда Гришна. Новости. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи.